Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру за ВТС, FIFA 19, карьеру тренера. И это последняя серия первого сезона, после этого у нас на канале планируется второй сезон карьеры за Енисей в PES 19. Это чтобы знали все, а то опять будут вопросы. И второй сезон за ВТС будет после второго сезона за Енисей. Прошу принять к сведению и запомнить это. Ну я так говорил еще, так планировал еще давно, еще после как раз первого сезона за Енисей в PES. Так что имейте ввиду, вот там как раз таки не будет столько побед у меня. Там все намного-намного сложнее и там наоборот в комментариях бомбят люди о том, что я играть не умею. Здесь бомбят многие из-за того, что я постоянно побеждаю, там бомбят то, что я постоянно проигрываю. Короче, карьера за Енисей у нас со следующей недели, а ВТС вернется после второго сезона за Енисей. Такие вот дела. Ну а нам нужно становиться чемпионом, набрать хотя бы одно очко в трех турах. И, собственно, Фейнорд нас уже не достанет. Играем мы причем с Аяксом, так что легкой прогулки ждать не стоит все-таки. Воду, давай ты выходи. Сереро тоже подустал, и Сангаре даже подустал. Вечный наш Сангаре. Так, Сереро, Сереро. Ну давай Беро выпустим. Может быть он в золотом матче для нас, кто знает, проявит себя. Бютнер, Караваев тоже подустали. Ну вот, я говорю, шанс как раз выйти у всех тех, кто мало играл. Ну ладно, только Кларк заменит Бютнера. С угловыми, конечно, у нас сразу могут быть проблемы, но тем не менее. Так, Чонг, Гонг усилят игру. Пасквер, Кучаев, Джуниор совсем устал. Бютнер, Делефуэнте. Ну в целом, да. Спасибо большое, ребят, что вы так активно комментировали и писали под прошлой серией. Кто там стал лучшим по-вашему игроком, и кто лучший новичок, и кто лучший игрок оборонительного плана. Ну, вне всяких сомнений, Сангаре набрал больше всего баллов. И посмотрите, таланты у него, длинные передачи. Я даже этого не видел. Но написано только искусственный интеллект. Судя по всему, это только когда он под управлением компьютера. Он может выдавать такие интересные длинные передачи. То есть я, допустим, все равно от меня зависит, как он отдаст длинные передачи. Я так это понял. Такое вот тут нововведение в FIFA теперь 19. Не знаю. Но, в общем, с этим еще нужно разбираться. Короче, Сангаре это топ. Он причем доминировал в комментариях и в плане лучшего игрока, и в плане лучшего игрока оборонительного плана, и в плане лучшего новичка. Боаду, наверное, на втором месте у вас был. Ну и на третьем там многие поделили. Мусонда, Чонга выделяли, Гонга выделяли. Конечно же, Караваева. Само собой, Фора. Само собой, Сереро. Ну, в общем, там много кандидатов. Но вот эти двое, Боаду и Сангаре, больше всего фигурировали. Причем они оба новички, так что в двух, как минимум, категориях, а Сангаре вообще в трех, они победили. Ну что ж, станет ли матч с Аяксом, причем на их арене, арена Йохана Кройфа, золотым для нас? И оформим ли мы здесь чемпионство? Они меньше всех пропускают голов, кстати. Именно Аякс теперь. Ну а мы больше всех забиваем, конечно. Класс Янхунта Лар у них в составе. Мы это видим. Ну и не только. Вообще команда неплохая. Беро на перехвате. Надо, надо ему работать, надо. Шанс доказать, что он что-то может. А то я его уже все, точно продавать собираюсь. А кто знает, может быть я все-таки не раскрыл парня. Может быть у него хороший потенциал. Нет, ну потенциал у него точно хороший, он молодой. Рейтинг неплохой. Но как-то пока не заиграл. А Аякс продолжает атаковать. Очень хорошее начало со стороны наших соперников. Еще одна подача. Удар головой Хунта Лара. 1-0. Вот вам, пожалуйста, девятый номер открывает счет. С оттяжечкой так головой. И Лейтон уже не спас. Да, фланг здесь провалился. Караваев, к сожалению, в этот раз... Ну, на самом деле, тут центральный защитник не успел его подстраховать. Ну, и с Караваева тоже вины снимать не стоит. 0-1. Сангаре! Вот он, шанс! У него штанга! Заблокировали удар. Опять подключение нашего Яя Туре, как вы его назвали. Я, в принципе, согласен. Похож по стилю. Но не забил. Обидно. Могли сразу сравнять. Эдегор, неплохо. Передача в центр. Боаду! Дальше Беро! Мусонда! Еще дальше на фланг. Кларк! Передача в центр! Ай-яй-яй, Боаду уже был готов замыкать, но мяч до него не дошел. Какой мощный прессинг, а какой высокий темп демонстрирует Аякс на своей арене. Вот мы тут еще не сталкивались с таким сопротивлением. Потому что мы тут не играли еще. Беро! Сам же забегает, но его опережают. Ошибка, правда, у Аякса. Боаду! Опять далеко отпустил мяч. Будем во втором сезоне тщательно работать и много работать над приемом мяча у Боаду. Потому что это главный его минус. Что и вы, кстати, тоже написали в комментариях. Мусонда! Мусонда! Прострел на дальнюю штангу! Еще один пас! И 1-1! Вот это да! Хорошо, что успел замкнуть. Хорошо, что успел. Фор, кстати, лучший наш опять бомбардир отличился в самый нужный момент на дальней штанге. Потому что Эдегор там рисковал, конечно, я отдавая еще одну передачу. Хотя, ну там под правую шло Эдегор. Он бы не забил 100% сходу. Даже несмотря на то, что был близко так к воротам. Поэтому я решил отдать пас и не прогадал. На ворону Фор 17-й гол в чемпионате Голландии. И, разумеется, он лучший бомбардир. Здорово Фор на Боаду! Но как-то его легко оттесняют защитники в этом матче. Аякс прям настроен, нацелен на борьбу. Сангаре должен сыграть. Хорош! Перекусывает, как всегда, в центре все. Ммм, передача неудачная. А вот и Биро помог. Хорош! Мусонда! Дальше на Боаду. И контратака нужна нам! Контратака! Эдегор с правого края. Развернуться. Кто поможет? Поддерживает Фор. И дальше на третьего хотели разыграть. Сангаре ошибся. Аякс, как хорош, а? Вот если бы каждый матч такой был у нас в чемпионате Голландии. И боюсь, что чемпионство пришлось бы ждать не один сезон. Посмотрите, что творят. Просто игра в одно касание. Ну, это ужас. По владению, по-моему, 65 на 35 процент в пользу Аякса. Чтобы вы понимали. Очень-очень сложно. Но надо-надо постараться хотя бы в ничью сыграть и стать чемпионом. Кто говорил, что легко набрать последнее вот это вот очко, которое нам так необходимо. Сангаре. Скидка! Эдегор! Ай, как хорош Сангаре, а? Настоящий столб, а? Ну, посмотри. У нас очень мало вообще возможностей. Очень мало атак в этом поединке. Но мы их реализуем. 2-1. И Эдегор хорошо играет. Голевая передача. И гол. Но Сангаре опять выиграл борьбу. Скинул мяч. Посмотрите. Ну, а дальше Эдегор тоже хорош. Вратарь, кстати, мог спасти у Аякса. Но он, она, все-таки не справился с мощью удара. И от руки как раз мяч в сетке оказался. Четвертый гол у Эдегора. Ну, мало, конечно. Да. Человек на его позиции должен намного больше забивать. 2-1. Фух. Первый тайм позади. Вот я вам сейчас покажу статистику. Надо сказать, что она не в нашу пользу. В плане владения это уж точно. Вот, смотрите. Да и в плане ударов тоже. 6 ударов у Аякса. У нас 3. Но, правда, в створ мы побольше ударили. Да, 3. А у них 2. Владение мячом. 62 на 38. Когда такое было? Я и не вспомню, когда такое было в последний раз у нас. Аякс реально хорош. Ну, а теперь нужно, конечно же, продолжать гнуть свою линию. И продолжать удерживать победный счет. Продолжать кусаться на контратаках. Но прежде я все-таки кое-что поменяю. И это будет задачами крайних защитников. Пусть они остаются сзади. Рядом со штангой. Ничего себе удар. Ничего себе. Ты посмотри. С такой позиции. А ведь мог и попасть. Хотя, мне кажется, Лейтон контролировал. И снова удар. Это все Шона пробивает. Второй раз подряд. В этот раз ближний угол. И в этот раз Лейтон спас. Зе Луиш. Ну вот он. Лучший бомбардир Аякса. Выходит. И сразу на него навес. Я и думаю, почему это он в старте-то не появился? А он, оказывается, просто... Тренер, я имею в виду Аякса, ждал подходящего момента, когда наша линия обороны немножечко подустанет. Хюнтеллар все равно свое дело сделал. Гол забил. Ну а теперь за Луиш. И на него сейчас будут навешивать. Нужно не позволять это делать. Не позволять! Не позволять! Ну навес не на него, на Ван Ди Бика, но 2-2. Как я не пытался на фланге там не позволить навесить, они это сделали. 2-2. В начале второго тайма все-таки Аякс додавил и сравнял счет. Блин, и опять справа флангой пришел гол. Перехвалили Караваева мы с вами. Перехвалили. Восьмой гол у Ван Ди Бика. Надо забивать еще. Беро. Вроде нет офсайда. Все-таки есть, серьезно. Боаду. Ну как же так, а? Как же так? Ну-ка. А-а-а. Погодите-ка. У меня у одного вопросы сейчас. Вроде ведь не было офсайда. Или там линия просто так неровно была вычерчена. Ну короче, по-моему, одна нога была ближе к воротам у защитника. Нет? Так, ну ладно, нужно делать замены. Сангаре очень устал. Да, но без него вообще опорная зона просядет ужасненько. Пожалуй, я выпущу Гонго вместо Мусонды опять. Наш Джокер. Пожалуй, я выпущу Джуниор вместо Беро. И пожалуй, я выпущу... Ах. Пасквер? Нет. Но он не для этого матча все-таки. Ладно, Чонг, выходи вместо Эдегора. И опять навес проходит. Ну что ты будешь делать, а? Ну никак это не законтрить. 3-2 Аякс. Ну ходят они вперед. Ван Дибик опять. Ох. Да. Аякс хорош на своей арене, ничего не скажешь. Тальяфика тут. Ну вот вроде бы отбор. Нет, мяч остался у него. И он тут же точно навешивает. Опять на Ван Дибика. Какие у него навесы проходят, а? Точненькие. Девятый гол. Так мы чемпионами не станем в этом матче. Надо... Надо... Все перекрыты. Все вообще перекрыты. Чонг. Боаду нашел все-таки. Дальше Мауру Джуниор. Долго слишком с мячом работал. Прессингом нас давят. Фор. Нет. Не удается развернуться. Ну вот он, Гонг. Ну вот он, шанс. Там была потеря. Мяча. А, нет. Чонга накроет сейчас. Гонг. Я отдавал на Боаду, ребят. Не на Чонга. Снова Гонг. Мауру Джуниор. Ну вот, можно развивать атаку. Чонг. Не дают развернуться. Не дают. Хороший был выпад сейчас. Могли использовать. Фор и Чонг. Снова Фор. Раскачивает защитника. Смещается в центр. Тонкая передача. Боаду. Не отклеился Гонг, к сожалению. Хотел он забежать внутрь. Штрафной туда еще дальше. Глубже. Не вышло. Мауру Джуниор. Еще надо бороться. Молодец. И Чонгу пас. Дальше в центр. Ну, Боаду давай. Ай, ана-на. Боаду там не приложился как следует. Его накрывали защитники. Фор подает. Подача. В центр. Ах, Тилендер. Как был он близок к тому, чтобы пробить. И прессинг с нашей стороны. Где мяч? Мяч у Аякса. Нет. Мяч у нас. Сангаре. Ошибается. Перехват. До Чонга мяч не доходит. Сангаре вновь в отборе. Из последних сил. И Тилендер вступает. Нет нарушения правил. Судья дает бороться. И опять ошибка у нас. Как они здорово выскакивают на перехваты, а? На опережение играть. Но тут Кларк Сольтер. Давайте. Сколько борьбы, ребят. Но вы неужели не видите? Такого не было раньше. В FIFA 18 и так далее. Так боты не играли. Буаду. Дальше Джуниор. Обратно на Буаду. Но разыграть тут надо как-нибудь. Мауро Джуниор. Нет. Не проходит паса Буаду. Сангаре. Мауро. Буаду. И. Рвемся через центр. Пытаемся продавить. Не получается. Контратака Аякса. Йонсен. Будет подавать опять. Будет опять подавать. В этот раз не позволили. Наконец-то. Наконец-то смогли справиться с этой подачей. Ну, Гонг, давай. Пошел, 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 пошел. Не успеет. Так. Идем в атаку. 87-я минута. Идем в атаку. Прессингуем по всей... По всему фронту. По всему футбольному покрытию, скажем так. И вот, сработало. Фор. Чонг. Дальше. Караваев. Буаду. Не дает ему развернуться. Да что ты будешь делать? Очень плотно играют защитники. Вновь Караваев в отборе. Ну, неужели мы проиграем? Ну, е-мое. А я думал, что все, золотой матч. Не тут-то было. И ведь вели 2-1. Аяк с своими подачами. Своими навесами. Ух ты. Ван Ди Биг. И прострел на дальнюю штангу. Но тут Кларк. Спокойно. Ох, боже. Ненавижу эти моменты. Здорово, Сангаре. Ну, вот он шанс. Последний шанс. Последняя атака. Гонг. На замахе уходит. И прострел. Ох, прострел не получился вообще. А ведь там на дальней штанге был совершенно один наш игрок. Но судья, наверное, да, не даст больше нам шанса. Обидно, что у Гонга прострел не вышел, а. Как обидно. Могли сравнять в конце. Могли. Ну что, 2-3 поражения. Пока что мы не чемпионы. Наверняка Фи Норд выиграл свой матч. Ну, посмотрите на статистику. Аякс полностью нас переиграл. По ударам-то уж точно. Но, тем не менее, вот. Я бы сказал, что. Более явные моменты были у нас. У них все удары эти дальние в основном были. Да, обидно. Эдегор. 9,3 оценка. Лучший игрок матча. А вы посмотрите. Фи Норд-то в ничью сыграл. Это значит, что они нас уже не догонят. БТС выигрывает титул. Давайте посмотрим. Ну, ладно. Хорошо. То есть, мы проиграли, но все равно выиграли чемпионат Голландии. Ребята, с чем я вас и поздравляю. Вячеслава Караваева тут показывают. БТС побеждает в Редивизии. Вот так заканчивается сезон Редивизии. Ну, ладно. Да, выигрывает титул. Две новости одинаковых. Нет, одна все-таки. Все нормально. Так, ну... Теперь можно, наверное, симулировать матч. Тогда я не вижу смысла играть их. Потому что все тут уже ясно. Давайте так и сделаем. И подведем итоги. Наконец-то первого сезона. Итак, против ВВВ Венлоу играем. Я на самом деле поставил 4-3-3. Нашу схему. Которая была и до этого. Чонга-Гонга выпустил. Ну, глянем, что из этого получится. 1-0. Мусонда вышел, зарешал, забил гол. Молодец. Победа. Ну, блин. Понимаете. Тип, не посмотрим, как вручается трофей нам. Ну, блин. Эта анимация меня уже, если честно, бесит. Она одна и та же. Так что, ладно. Бог с ней. 11 очков у нас. Преимущество над Фейнордом. Очень солидное. Надо сказать. Кларк Сольтер. Уши прибрано. Три дня выбыл. Так. Отчет по молодым игрокам. Немцы, значит, да. Так. Мэйер. Ууу. Ничего себе. Подписываем контракт. Вот этот и нашел парня. Парняга может. Ну, и остальные нет. Остальные. До свидания. Вот он. Альберт Мэйер. 64 рейтинг. Левый фланг, кстати говоря. ЛФАшник. Ну, тут еще у нас Ромейн Якобс. На правый фланг как раз. У нас крайки. Теперь появились талантливые. Ксандер Янсенс. 16-летний. С рейтингом 59. Есть Шинкель. Есть центральный полузащитник. С рейтингом 62. Ну, и вратарь еще тоже бельгийский. Да уж. Этих ребят можно даже сейчас подписывать и пробовать продавать. Или там в аренду отдавать. Вот. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, если они не захотят уйти, конечно. Если захотят уйти, придется подписывать. Ну, в общем, с Деграасховом играем. И тут, наверное, стоит... Блин, ну... Давай попробуем замотивировать наших. И просимулировать этот матч. Может быть, так это сработает. Я не знаю. Новые молодые футболисты. Давайте посмотрим, что нам нашли. Люк Деккер. Так себе. Вандер Мир. Так себе. Ванден Бош. Так себе. Де Уит. Вообще нихрена. Де Граф. Ну, вот этот что-то из себя представляет, но у него потенциал все равно маленький. Что-то в Голландии не можем найти. Ну, видимо, из-за того, что 4 звезды всего лишь у скаута, голландцев талантливых пока не может он найти. А что в Австрии? Ну-ка. А в Австрии тоже ничего, на самом деле. Как я вижу. Виммер. Знакомая фамилия, да? Для нас. Ну, да. Тут все очень плохо. Итак, симулируем матч с Дегра. С Хаппом. Последний. В этом сезоне, в этом чемпионате. Они, кстати, сыграли с Аяксом 1-1. Это достойно, достойно. Караваев и Бютнер. Крайние защитники. Забили 2-1. Победа Витеса. Ну что? Две победы в симуляциях. По-моему, очень неплохо завершили сезон. 11 очков отрыв. Так и остался от Фейнорда. Мы выигрываем чемпионат с заявным преимуществом. Это показатель того, что мы не теряли очков в тех матчах, когда мы должны были побеждать с середняками, с аутсайдерами. И даже временами набирали, хорошо так побеждали наших конкурентов. Но иногда матчи были очень сложные, как вот с Аяксом или с Азе. Помните, когда мы проиграли 1-3? А вот Аяксу 2-3 проиграли. Что приходилось прям реально выжимать из себя все. И все равно этого не хватало. Все равно мы проигрывали. Этим мне и нравится теперь. Карьера. То есть раньше такого не было. Раньше примерно одинаковые матчи были по ходу всего сезона. И даже не важно, кто у тебя соперник. Даже легче было играть с командами сильными, потому что они раскрывались. Здесь такого нет. Этот прессинг по всему полю. Он заставляет тебя ошибаться. Заставляет быстрее играть. Ну то есть темп матча возрастает. И от этого становится сложнее. Это здорово. Это здорово. Я думаю многие заметили. Кто смотрел меня и прежние карьеры. 18-17 FIFA. Там и так далее. Заметили эту самую главную разницу. Призовой фонд турнира. 9,5 миллионов. Мы получаем за победу в чемпионате Голландии. Это значит, что у нас в трансферном бюджете. В следующем сезоне. Будет неплохая сумма. Я надеюсь. Потому что здесь нововведение. Вот как раз тоже в карьере. По слухам. Я не знаю это так или нет. Мы сейчас с вами это увидим. Трансферный бюджет формируется в зависимости от ваших выступлений в прошлом сезоне. И вроде то, что у меня оставалось на счету. Это тоже добавляется. У меня конечно мало что осталось на счету. А тем не менее. Тем не менее. Вот видите, у меня 25 тысяч. Тут 37 на зарплату всего лишь. Ну и подведем итоги. Во-первых, конечно же. Чемпионат. 11 очков отрыв. И Фейнорт оказался вторым. Аяк с третьим все-таки. Я думаю заслуженно. АЗ четвертым. ПСВ не попали даже в четверку. И вообще не попали в Европу. Ну, они там всех распродали. Поэтому неудивительно. А далее, значит, что у нас тут еще есть. Посмотрим, кто выиграл Лигу Чемпионов, ребят. Быстренько. Реал Мадрид Ювентус. Финал. Но еще не сыграли. Я так понимаю, да? Еще не сыграли. Реал. Галатасарай до полуфинала дошел. Ничего себе. Вот это, конечно, интересно. Вот это, конечно, забавно. Групповой этап. Что у нас тут? Локомотив последнее место в своей группе занял. Шальки Галатасарай Порту. Да, реальные группы, кстати. Я вас прошу это отметить. Вот. А как ЦСКА там? ЦСКА третья занял. Лигу Европы попали. Рома. Второй. Реал первая. Но посмотрим, что будет в реальности. Смотрим. Ну, а вот список бомбардиров. Все-таки Фор лучший. На два мяча он опередил Боаду. Ну, и на семь матчей у него больше. Поэтому неудивительно. По голевым передачам. Бютнер, Боаду. Тут у нас тоже наши. Фор, Сереро, Сангаре. Ну, просто доминирование наших футболистов. Сухие матчи. Он, она из Аякса как раз таки. У нас Эдуардо. Вон, шесть сухих матчей. Но он много играл в первой половине сезона. Потом я молодых стал выпускать. Лейтон четыре. Плицари три. В принципе, примерно одинаково в итоге. У них сухих матчей не так уж и много, на самом деле. Не так уж и много. Ну, а теперь посмотрим, как тут у нас улучшился или ухудшился рейтинг у футболистов. Плицари. Плицари на плюс один поднялся. Лейтон на плюс четыре. Аж прошу тоже это отметить. Эдуардо на минус два. Ну, понятно, старенький. И он покидает наш клуб. Он в аренде. Караваев на плюс пять. Ну, я его качал на тренировках. Поэтому неудивительно. Крепкий игрок и бьет издали. Только опять ИИ. Только искусственный интеллект. Короче, тут какие-то способности только для компьютера теперь появились. Карами. Ничего. Он мало играл. Кларк Сольтер. На плюс три. Неплохо. Тилендер. Ничего. Двадцать семь лет. Неудивительно, да? Делефуэнто плюс один. Успел прокачаться немножечко. Дуэхи плюс два. Тоже играл у нас в начале. Потом, конечно, я его посадил. Он вообще не вылезал. Бютнер ничего. Тридцать лет. Вот тут надо подумать, конечно, кого вместо него именно на стандарты нужно кого-то прикупить. У него регресс. Он в минус уже идет. Кларк плюс два. Вот он может в основе играть. Но у него со стандартами куда хуже. Али плюс два. Фор. Ничего. Двадцать семь лет. Тоже нет прогресса. К сожалению. Хотя по статам он немножечко поднялся. Отбор. Подкрутка. Завершение. Дриблинг. Длинный пас. Но, тем не менее, лучший. Лучший бомбардир. Лиги. Крепкий игрок. Зрелищность. Техничный дриблер. Сангаре. Плюс три. Это классный прогресс. Дальние удары. Плюс шесть. Отбор. Плюс тринадцать у него поднялся. Подкат. Плюс семь. Ну, вы понимаете. Да. Перехваты. Плюс одиннадцать. Опеку еще ему поднять. И будет идеальный опорный полузащитник. Опека. Семьдесят два пока что. Сереро. Сереро. Я так понимаю. Да. Рейтинг не изменился. Двадцать девять лет. Командный игрок у него. Есть в талантах. Паскуер. Плюс один. Но мог прогрессировать больше. Я его просто на трени не ставил. Маура Жуниор. Плюс два. Двадцать лет. Бразилец. Само собой он остается у нас. Он еще нам пригодится. Еще как. Скорость рывков. Восемьдесят пять. Вот это он поднял себе. Кучаев. Плюс два. Успел получить. Беро. Плюс три. Хотя мало играл очень. Я говорю. Я его не раскрыл. Мне кажется. Я этот талант еще должен познать в следующем сезоне. Возможно стоит его оставить. Чонг. Плюс четыре. Успел тоже поднять. Хотя игра у нас только во второй половине сезона. Скоростной дриблер. Зрелищность. У него таланты. Владение. Дриблинг себе прокачал хорошо так. Скорость рывков на плюс шесть. Гонг. Плюс шесть себе получил. Это вообще жесть. Я думаю что тоже конечно же остается. Баланс плюс два. Ловкость плюс девять у него теперь. Владение плюс восемнадцать. Понимаете насколько этот парень здорово прогрессирует. Этот нигереец. Эдегор. Но тут как бы плюс три. Я его не тренировал. Потому что он не наш футболист. Он в аренде был. Тем не менее. Дальние удары плюс восемь. Короткий пас плюс семь. Тоже неплохо поднялся. Мусонда плюс два. Он постарше. Поэтому у него не такой прогресс. Мощный. И к сожалению этих парней мы не увидим в следующем сезоне. Скорее всего они покидают наш клуб. Мусонду я бы хотел выкупить. Скорее всего постараюсь. Боаду. Плюс семь. Вот это тоже прогресс так прогресс. Атакующая позиция. Плюс четырнадцать у него поднялась. Завершение. Плюс двенадцать. Короткий пас. Плюс пятнадцать. Силы удара. Плюс тринадцать. Вот это он вырос как футболист. Дартфоллоу даже прокачался на плюс два. Ну и Буитинг в аренде. Плюс два получил. Еще один нападающий. Которого скорее всего продадим. Когда он вернется. Ну как-то так ребят. Как-то так. Прогресс неплохой. По финансам. Мне кажется тут стоимость еще круче. Прокачалась. Ну вот на сто двадцать пять процентов. Лейтон поднялся. Караваев на сто тридцать пять процентов. Кларк на семьдесят пять. Кто еще там? На сто восемьдесят. Беро. Кстати. На двести двенадцать. Чонг. На двести сорок семь. Гонг. И на триста двадцать три. Боду. На триста двадцать три процента. У него он уже пять с половиной миллионов стоит. А самый дорогой игрок у нас получается кто? Самый дорогой игрок у нас Мусонда. Тринадцать миллионов. Потом Эдегор. Как раз который уходит. Эх. Сангаре дальше идет. Десять миллионов стоит уже. Двадцать один год. Опорник из Скотт Дивара. Я думаю он у нас еще будет прогрессировать. И до рейтинга восемьдесят точно должен дорасти. Потом Караваев кстати восемь миллионов. Вот так вот. Роман Якобс хочет уйти у нас из молодежного состава. Ну вот его и мы сейчас вынуждены будем подписать. Чтобы не упустить. Шестьдесят четыре рейтинг. Ну что бельгиец все таки решил да. Что пора в основу. Ну давай. Семнадцать лет. Рейтинг неплохой у него. Остальные пока сидят здесь. И не только он. Еще и Александр Янсенс тоже. Да что ж такое с вами ребятки. Что же вы решили все вдруг резко. В конце сезона то. Пятьдесят девять рейтинг. Блин ну ладно. Ежемесячный отчет. Мэйер, Шинкель и Тейс. Тейс, 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 Тейс. Ну короче вот эти трое только остались у нас здесь. У Мэйера шестьдесят шесть рейтинг. Уже миллион четыреста стоит. Жесть. Вон растет. Реал Мадрид тем временем выиграл все таки Лигу Чемпионов. Четвертый раз подряд. Понятно. Новые два отчета прилетели нам из Австрии и из Германии. Да насколько я понимаю Мэйер. Так себе Хубер. Так себе. Потенциал опять так себе у всех. Никого не подписываем. Видимо лимит. Ну вот Лукас Шустер. Но у него потенциал слабенький. А лимит на талантов мы уже исчерпали. И так собственно сезон окончен. Во вторую главу нашей карьеры. Скажем так. И еще раз повторюсь. Второй сезон будет после второго сезона за Енисей в Пес. Ну что ж. И вот он. Вот он второй сезон ребята. И Лига Чемпионов. Которая нас ждет. Важная информация трансферного рынка. Ну-ка. Давайте глянем как раз сразу финансы. Как нам говорили. Что вот тут теперь у нас бюджет формируется. Исходя из предыдущего сезона. Нам дали 18 миллионов. Ну. Этого конечно маловато. Учитывая что какие люди к нам придут. Мы сейчас улетим в минус. 365 тысяч. На зарплату у нас есть конечно. Сейчас посмотрим. Когда придут. Ну точнее потом посмотрим. Когда придут к нам звезды. Насколько это ударит по нашему бюджету. И сколько у нас вообще останется денег. В таком случае. У нас тут молодых теперь много. Как-то так ребят. Ну что. До следующего сезона я прощаюсь с FIFA. Так что приходите смотреть Пес. Там многим покажется более интересным карьера. Потому что там я проигрываю часто. И вообще в серединке таблицы закончил первый сезон за Енисей. Там намного все сложнее и непонятнее для меня. Вот. Так что приходите. И конечно же не забывайте. Смотреть НХЛ. Ставить лайки. Подписываться на канал. Неплохой получился первый сезон за Витес. Играется интереснее чем в 18 FIFA. В 17 FIFA. И сложнее. Поэтому я думаю в Лиге Чемпионов нас ждет еще тот хардкор. И на Легенде. Мне чем нравится вот сейчас Легенда. Тем что матчи. Некоторые с лидерами. Намного сложнее чем обычные матчи. В обычных матчах да. Может быть легковато уже стало. Я уже привык к игре. Опять отвыкнул за время игры в Пес. Но тем не менее. Но вот в матчах таких как с Аяксом. Вы же видели. Все намного-намного сложнее и интереснее. Так что остаемся на Легенде. Играем второй сезон потом. И Лигу Чемпионов в том числе. У нас придут Звезды. Годин. Коке. Ди Мария. Марсиаль. Жиру. С этими ребятами мы постараемся пошуметь в ЛЧ. Если не получится. Будем строить снова команды уже на третий сезон. Такие вот у меня планы. Спасибо большое ребят за такую хорошую активность. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...